Послушай меня, дитя. Я скажу тебе нечто очень важное. Этот рассказ о долгом-предолгом путешествии. Одна из тех историй, что родители рассказывают своим детям. Поехали. Эй, молодёжь! Молодёжь, вы когда-нибудь слышали о фирменной лапше? Я ужасно проголодался. И мне до смерти хочется её съесть. Правда, у меня нет денег. Поэтому пора начать кукольное представление. Кто смотрит, тот платит. Ну как, весело? Здорово, правда? Это ещё что загрязнули. Ну и гадость. Она ещё что-нибудь умеет? Ну, давай, давай. Ну и детишки, пошли. Если хотите, можете заплатить сейчас. Но мы ведь честно сказали, что это гадость. Не собираемся мы тебе платить. Понял, придурок? Ах вы! Бежим! А ну, стойте! Жаран! Ааааа... Аааа... Аааа... Времяная лапша! Эпизод 1. Ветерок Добрый день Что это с ней? Вы тут один? Жарко, правда? Чего? Ну чего? Она хочет. Денег? У меня же их нет. Хотите пить? Я что-нибудь куплю. Вот. Намучилась? Гао. Персиковый сок с мякотью. Зачем вы это сделали? Хочешь меня подразнить? Не хочу. Он очень вкусный. Вот. Не хотите сходить на пляж? Зачем? Поиграть. А? Вчера на пляже играли дети. Я сидела рядом с вами и думала, как весело. Вот бы мне так. Ты следила за мной? Вы проспали все это время. Я пыталась растолкать вас. Хотела разбудить. Для этого я был слишком голоден. А куда вы идете? На работу. Какую работу? Кукольное представление. Ее нет. Она вам так нужна? Я с ней работаю. Сейчас слишком жарко. Иди домой. Вот она. Ворона, ворона! Не она! Вот и хорошо, правда? Ага, хорошо. Спасибо. Теперь мы с вами можем поиграть. Чего тебе надо? Чего ты за мной таскаешься? Просто поиграть на пляже. Кататься друг на друге. Брызгаться водой. А на прощание сказать «До завтра». Так ведут себя друзья? Ага, друзья. Мы друзья. Поэтому мне хочется поиграть. Я даже имени твоего не знаю. Меня зовут Камио Мисазо. А вас? Кунисаки, Юкито. Я же сказал, что занят. Надо срочно заработать денег и что-нибудь поесть. Ага, тогда... Она заманила меня в дом едой. Как хорошо обедать за компанию. Ты что, всегда одна? Папа нет, а мама возвращается поздно. Может, поиграем после еды? Нет, если будет поздно. Я не смогу найти место для ночлега. Так вам негде остаться? Да, думаю, опять предстоит ночевать, где придётся. Так, может быть, вы останетесь здесь? Слушай, мы только что познакомились. Ты понятия не имеешь, кто я такой. Как можно предлагать остаться? Твоя мама наверняка этого не одобрит. Моей маме всё до фонаря, так что можете об этом не волноваться. Ой, кажется, так нельзя говорить о своей маме. Вы правда можете остаться. Я устал, у меня нет сил на игры. Тогда мы поиграем завтра. У меня сейчас каникулы, и уйма свободного времени. Нет. Гао. А зачем нужна математика? Разве в жизни приходится решать квадратное уравнение? Не знаю. И почему я вообще помогаю тебе с домашним заданием? Эй, не порть глаза. Вы совсем как мама. Думаешь? А вот и она. Она врезалась в сарай на мотоцикле. Не волнуйся, с ней это постоянно. Ты уверена, что можно будет остаться? Да, я с ней поговорю. Не-а. Не похоже на твои обещания. Да как мы можем оставить на ночь молодого человека? Сколько можно повторять? Прекрати говорить это словечко. Откуда ты знаешь Мисузу? Одноклассник. Ну, мы вместе учимся. А не староват ли ты для школы? Не влюбись в меня. Смотри, не влюбись в меня. Ещё чего! Ты парень с характером. Это мне нравится. Верно. Який-то хороший человек. Хорошо. Можешь остаться. Серьёзно? Конечно. Но будут два условия. Первое, ты спишь в сарае. Второе, пьёшь со мной. А потом он значит и говорит. Кажется, я всё-таки влюбился. Ха! Я выиграла, да? А я ему отвечаю. Эта рыбка была русалкой. Как тебе? Я его точно уделала! Что бы это значило? Мама понесла. Смелее, собутыльничек. Давай, поддержи компанию. Глаза! Господин Йокита! Да что тебе от меня надо? Ну, что-нибудь. Признайся, мне в любви или фокусы покажи. Ясно. Тогда... Ой, та самая кукла. Ух ты! Потрясающе! Такими представлениями я зарабатываю себе на жизнь. Моя мать занималась этим, когда путешествовала. А почему не падает? Глупость. У тебя нет вкуса. Ну, это же здорово! И всё за правду! Это не важно. Подумаешь, нет ниточек. Мне главное, чтобы было повеселее. Я спать. Он уходит в сарай. Да нет у тебя таланта. Ну, подумаешь, беда. Топи все свои проблемы в вине. Меня зовут Харука. Камио Харука. Ещё по одной тётю. Я тебя представилась, так что не вздумай меня так называть. Проявляй уважение. Но, так ты сбежала с дома? Просто путешествую. Тебе явилось видение или ещё чего? Пожалуй. Эх, молодость. Помоложе некоторых. Забавный ты. Думаешь? Я вижу людей насквозь, с первого взгляда. Можешь остаться у нас ненадолго. Но у меня будет одна просьба. Присмотри за ней, ладно? Я волнуюсь за неё. Она слишком беспечна. И её постоянно тянет ко всему интересному. Стать нянькой? А ещё, не мог бы ты отучить её говорить? Гао. Она всегда его повторяет, когда ей трудно или грустно. Это она пытается изображать динозавра. Они ей с детства нравятся. Вот она и стала им подражать. Она всё ещё ребёнок. А я думал, у тебя каникулы. Пожжу на летние курсы. А Харуко уже ушла? Ага. Ещё утром. Давненько я ни с кем не завтракала. Господин Юкито, а что вы сегодня делаете? Сначала я отведу тебя в школу. Харуко попросила меня за тобой присмотреть. Она мне совсем не доверяет. Гоу! Карта города готова! Что-то быстро. Вы сможете найти места, где бывает много людей. Это поможет вам в работе. Ну, спасибо. Ой, я опаздываю. Будь в беде. Я встречу тебя после школы. Подожди меня здесь, ладно? А это что? Она так видит мир. Ты ещё кто? Пико-пико. Местная волшебная зверюшка? А вдруг ты как в сказке золотишь меня? Если я сделаю для тебя доброе дело. Ладно, иди сюда. Я тебе кое-что покажу. Ну, как тебе представление? Разве меня не стоит отблагодарить? Бэ! Пико-пико-пико. Стоять! Сдавайся. Проплятый космический пришелец. Пико-пико. Пико! Ты что делаешь? Этот проклятый инопланетянин утащил мою куклу. Этот, что ли? Вот это? Он не инопланетянин. Вот это просто бездомный пясик. Это точно собака? Пико-пико, пико-пико, пико-пико. Понятно. Прости, пожалуйста. За что? Потета сказал, что взял эту куклу, чтобы ты с ним поиграл. Ты что, понимаешь его? Конечно, мы ведь друзья. Верно? Похоже, что этот мир полон загадок. Спасибо. Ты поранилась? Это? Ааа... Нет, это секрет. Я Кирисима Кана. А вы? Кунисаки Юкито. Значит, вы сейчас ничем не заняты? Ага. Тогда я назначаю вас гражданином планеты бездельников номер два. А кто первый? Я. А Потета третий. И что мы будем делать? Ничего. Такова судьба всех жителей нашей планеты. Мы просто бездельничаем. Правда, Потета. А теперь мне пора в школу. До свидания. А я думал, ты из планеты бездельников. Ты что, поверил? Как маленький. Пока. Похоже, все, кто здесь носит школьную форму, со странностями. Эй! Чего? Тебе когда-нибудь хотелось колдовать? Что? Удивлён? Ну, пока. Колдовать? Господин Йокита, как успехи! Великолепно! Честно? Нет. Прости. Мне нужно найти людное место. Почему здесь так тихо в час пик? Потому что они перекрыли движение в сторону этой станции. Оранжи нельзя было сказать? Угао. Ой. За что? Харуко попросила меня поработать над твоим словарным запасом. Красивые. Тона? Ты её знаешь? Ага. Что с тобой? Добрый день. Привет. Вот ведь совпадение. Да. Правда. Удивительно. А что ты делаешь? За горой. Шутка. Слишком пасмурно. Слушай, это кто? Это моя одноклассница. Тона Минаги. Она очень умная. У неё самые высокие оценки. Если не сложно, пожалуйста, зовите меня Тона. Ау. Минаги. Ух ты. Ух ты. Якито парит в воздухе. Давай, давай, скорее пускай пузыри. Я уже балдею. Ну давай, давай же. Это твоя сестра? Вот ещё. Я её лучшая подруга. А ты кто? Мы с Тоной вместе учимся. А ведь это больно. Чего? Ты что, тоже одноклассник Минаги? Я несчастный пешеход, которого ты сбила. Минаги. Понятненько. Минаги, этот извращенец-похититель пришёл нас украсть. И меня? Это кто здесь похититель? Кошмар. Он свирепеет. Мы в опасности. Какой классный звук. Камео, кто это? Что? Это Кунисаки Йокита. Он путешественник, но сейчас поселился у нас дома. Путешественник. Так этот извращенец ещё и бомж. Камео, нам пора идти. Но я ведь хотела пускать пузыри. Я хочу поиграть. Каме, Камео, давай с нами. Каме, Камео, это я? Уже поздно, давай поиграем завтра. А я приготовлю что-нибудь перекусить. Пока, Камео. Пока-пока. Кунисаки Йокита. Ну? Можешь убраться. Что ты сказала? А ты можешь приготовить для меня гамбургер? Честно-честно? Ну что я ей сделал? Не знаю. Даже Йену не смог заработать. Ты так же стояла, когда мы вчера встретились? С самого детства. Я думаю о небе. Почему? Не знаю. Но у меня есть чувство, что там, в вышине, есть иное я. Это ведь так романтично, что моё истинное я есть где-то в небе. Наверное, так здорово смотреть на мир с высоты. Внизу всё кажется таким маленьким. Это ведь было бы так приятно. Мисузу, ты… Так началось лето, скоротечное, словно мерцание звезды, но показавшееся нам дольшей вечности. Это было бы так. Это было бы так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий эпизод. Может быть, я ищу другую твою половинку? Хорошей матери из меня не вышло. Мне лучше остаться с собой. Мне снился сон. Волшебный сон о небе. Я никогда раньше не видела мир таким. С небес. Когда он простирается вокруг, насколько хватает взгляда. Скажи, а у тебя были крылья? Эпизод второй. Город.